Дневной разворот Кинол, бывший уже губернатор Кировской области Игорь Васильев Я тут, ну, время-то уже обеденное, да, 12 часов уже с лишним Я просто мониторю и сайт правительства нашего регионального В надежде найти, может быть, какие-то сообщения уже появились О деятельности в Рио, да? Ну да, надо сегодня полагать, что первый полноценный рабочий день Вчера его представили Да, вчера представили, а сегодня надо уже, видимо, работать Слушай, ну мы на самом деле ведь не знаем, как это происходит В общем, нет пока сообщений Может быть, человек просто приехал, познакомился с регионом, а потом поехал домой вещи собирать? Нет пока сообщений официальных, на официальном сайте, вернее Наши коллеги из-за задания репортеров Например, видимо, уже позвонили в областное правительство И поинтересовались, что там сегодня происходит Соколов якобы уже провел первое заседание сегодня В должности временно исполняющего обязанности губернатора По итогу совещания все члены правительства И руководители органов исполнительной власти Продолжат работу в прежнем составе Продолжат работу в прежнем составе Я думаю, что многие там выдохнули пока с облегчением Ну это на самом деле ожидаемо было Я так понимаю, что полномочий распускать правительство нет Скорее всего, такая привычная, что называется, схема Дмитрий Русских с нами на связи Депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Михайлович, здравствуйте Добрый день Добрый день всем присутствующим, всем кировчанам Прекрасного дня Как вам новости последних дней? Да, то, что произошло, Дмитрий Михайлович, именно 10 мая Да, сразу на следующий день после Дня Великой Победы С какими эмоциями восприняли И выходной, что характерно Я на самом деле ждал, что это произойдет до 9 мая Чтобы уже новый исполняющий обязанности был на параде 9 мая Ага Значит, ну тут немножко, видимо, были свои какие-то поправки И вот 9 он был, правда, на параде А потом уже куда-то уже и сплыл Так что 10-го уже была информация о том, что уже Он написал заявление, я имею, Васильев И 11-го уже представили нового исполняющего обязанности Время ли сейчас? Так что, в принципе, все ожидаемо Ожидаемо Просто все очень сильно запутывались там в датах Потому что сначала об этом говорили, что это произойдет там в феврале-марте Потом по ряду причин, которые всем известны Это не произошло И вот, видимо, оттянулось уже до 10 мая И уже окончательно было поставлено по этому вопросу точка Это мы имеем в виду смена руководителя региона Ну, на самом деле, Игоря Владимировича отправляли еще в конце прошлого года и раньше Это со всеми губернаторами Кировской области происходит, насколько я помню Николай Шахсинова отправляли Мы же всегда говорим о том, что, как бы, да, тут всегда кого-то куда-то отправляем Значит, потому что нам, видимо, все постоянно не нравится И из этого мы бы хотели всех их куда-то бы отправить Ну, вот и его, в том числе, которому он там не нравился Мы его очень долго пытались куда-то отправить И все-таки он куда-то отправился Слушайте, Дмитрий Михайлович, ну, вот мы же не знаем Может быть, действительно, Игорь Владимирович Какое-то федеральное ведомство сейчас выйдет на работу И, возможно, еще пригодится Кировской области Что же вот так? Ну, вот буквально, что он написал Решил продолжить работу на федеральном Он не сильно пригодился Он про эту Кировскую область уже не вспомнит В ближайшее время точно И тем более там, если даже он будет на федеральном уровне То есть вы думаете, он с радостью нас покидает? Он не сильно любил Кировскую область И не очень рад был тут работать Это было видно и по его настроению, и по его работе Дмитрий Михайлович, изданию репортера Вы прокомментировали следующее Мне кажется, то есть вам кажется Что это один из самых худших губернаторов За последние 25-30 лет Сейчас есть возможность обосновать Поподробнее поговорить Прямо так жестко Резко так высказались, довольны Нет, ну, смотрите Я беру там сравнение С какими губернаторами я там Удалось мне там поработать Да их на самом деле немного и было Да, их немного было Это фактически Владимира Ниловича Сергеенкова Дальше шел Шаклеин и Белых И дальше уже Васильев В принципе, я делаю оценки Тех, которых я в принципе всех знал лично И видел, как работают эти люди И как работает в первую очередь их команда Да, вот именно Не только там, как работает губернатор А как работает вообще вся команда И насколько Жителям Кировской области Экономики и социальной сфере От этого становится лучше или хуже Вот, в общем-то, вся история Мы Владимира Ниловича не будем брать во внимание По причине того, что я считаю, что это была Одна из лучших команд Но им досталось самое тяжелое время Самое тяжелое время там, да И понятно, что там нельзя было Как бы Девяностое там, по-моему, вторая половина Да, половина Да, да С 96-го года Владимир Нилович был до 2003-го года Да, вот эти 8 лет они были крайне тяжелые вообще И при этом, как бы Я видел, как работает команда Как никто не замерзал Никто не умирал Никто не голодал И, в общем-то, сохранены были Основные части всех предприятий Да, и это была На самом деле команда профессионалов Можно по-разному относиться С Владимира Ниловича Но это была команда профессионалов Еще из советского периода Которые, в принципе, удержали на тот момент Область именно в том состоянии В котором она, можно сказать, что И очень долго потом находилась Дальше пришел уже совершенно другой губернатор Никто Иванович Шаклеев Да, тоже с определенной командой Где все равно косяк составлял Это местные Вот я хотела вас спросить Да, команды, которые вы хвалите Это в основном были кировчане? Это все были кировчане Да, конечно У Сергеенкова были практически все Да, не практически, а все кировчане Все Значит, с большим опытом работы Потому что я еще раз говорю Что там переходных периодов Было очень много еще с советского прошлого Эти люди работали в советской системе Они хорошо знали территорию Они хорошо знали людей Они хорошо знали предприятия Они были реальные профессионалы Это, ну, там, давайте честно говорить Значит Дальше уже переход такой пошел Уже более коммерческий Мы примерно понимаем Если говорим про Николая Ивановича Шаклеева О том, что Да, что это уже первая волна Бизнеса, которые появились во власти Это там и Готман, Березин, Крепостнов Появился во власти Там первый зам он стал Да Там тихонечко система начала уже Балансироваться между Как бы бизнесом и Властью там Да, но это тоже были местные кадры Да В основном, да В основном там был Один, два, три человека Которые приезжали по просьбе Там, я не знаю Москвы к Николаю Ивановичу Это был такой, по-моему, Гусинский И еще был один Не помню сейчас фамилия Тоже с дамом работал Но они уже очень недолго проработали И они все быстро уехали Так, при Никите Юрьевиче Приезжих специалистов было больше Причем значительно больше Ну да, там уже начался Такой просто пара приезжих Некоторые Самые плохие Нашествия варягов Многие называют Да, да От Небесева Кирилла Который был прекрасный парень Который приехал там Значит Министр развития работал Да, Кирилл Сергеевич Да Кирилл Сергеевич Да Значит И там уже было нашествие варягов Молодых Может быть амбиционных При этом Не очень сильно понимающих Как это все сделать Чтоб Кировская область была Процветающей И на самом деле Мне было в первую очередь Никита Юрьевича Желание совершить какое-то чудо На территории Кировской области Прорыв Да Может быть все это Ну слушайте, у них по крайней мере У них была энергия какая-то Я вот помню Да У них была молодая энергия Молодая энергия Ну дорогого И это желание Это желание Этот огонь Он прям обжигал До 2014 года Мы все прекрасно помню Да Примерно Да И начался второй период Это такой уже Период Какие-то Юрия Дмитрий Михайлович У меня к вам просьба Вы периодически пропадаете Из эфира Можете ли вы как-то В какую-то точку Встать Где хорошая связь Да Вот сейчас слышно Получше Да Спасибо Очень приятно вспоминать Хорошие были Да Слушайте Да Да До 2014 года Мы вспоминали Что это происходило Это был такой Драйв полный И многие бизнес Политические элиты И сама молодежь В городе поверила Что с приходом Молодой команды Наверное Может что-то измениться Вот эти настроения Были до 2014 года Дальше пошел Уже совершенно другой формат Спад Мы видели Мы видели Что Никита Юрьевич Устал Да Ну ладно Давайте ссоряточимся При Игоре Владимировиче Команда тоже была Приезжая И люди были постарше И формация совершенно иной Насколько я помню То есть сразу же Закрутили все гайки Прекратили вот это вот Фривольное Общение министров По мобильным телефонам Во время прямых эфиров Сразу же как-то вот Под запрет попало Ну я бы знаете Сразу сказал Это совершенно Варяги были совершенно Другие Ну иной формации люди Иной формации Ты половина уехала А половина На скамье посудимых Ну как Ну понятно В общем критически Вы настроены Ладно Я хочу Конкретно О ком вы можете Сказать Что они приехали Ладно Хорошо Дмитрий Михайлович Демон для другого разговора Давайте мы К Александру Соколову Обратимся То есть я правильно понимаю Что вы Вы думаете Что человеку Надо сделать ставку А на местные кадры Б на кадры С горящим глазом Что называется Которым Которым Хочется что-то изменить Лучше Нет что Так Дмитрий Михайлович Что-то со связью Не получается Может быть наш звукорежиссер Попробует Алло Алло Дмитрий Михайлович Давайте мы попробуем Вас перенабрать Перенабрать сейчас Ладно Да Давайте попробуем Еще раз набрать номер Нашего звукорежиссера Попросим Просто да Увести звук И заново С телефона Набрается номер Дмитрия Михайловича Я напомню Что общаемся мы С Дмитрием Русских Депутатом Законодательного собрания Руководителем фракции Справедливая Россия Мы сейчас вспоминали Годы Вот эти Активного Горения Команды Предпредыдущего Губернатора Предпредыдущего Да Когда Дмитрий Михайлович Работал в областном Законодательном собрании Пятый созыв тогда Да И мы на самом деле Частенько вспоминаем Тот созыв Это был один из самых ярких Один из самых дискуссионных Один из самых таких Вот по накалу Страстей Очень запоминающихся Нет Мы сейчас хотим Набраться Дмитрия Михайловича Русских Потому что у нас Была плохая связь Мы надеемся Что мы наберем Да Это мы общаемся С нашим звукорежиссером Для слушателей Для пояснения Да Так вот Вспоминаем С удовольствием Те самые времена И так порой Хочется вернуть Да И получить сразу же Ответы на все свои вопросы И вот так пообщаться Да Был здорово Мы сейчас спросим Вообще Вот эта история С молодежью Во власти Не знаю Все-таки ведь есть опыт Александра Соколова Действительно В молодежной политике Да Долгие годы Долгое время Он как раз занимался Вопросами молодежной политики Говорим Михаил Кураш Да Может быть Можно действительно Рассчитывать на то Что больше будет молодежи Я при этом Как бы вот Ну не и джизт совершенный Да То есть я считаю Что люди любого возраста Имеют право работать Главное Чтобы они хотели Что-то изменить И как-то Не знаю Встраивались в повестку И на одной волне Были что ли Не только с людьми Там возраста 40 плюс 50 плюс Да Но и с молодежью тоже Чтобы интересовались Какими-то трендами Современными Чтобы понимали Почему из Кировской области Молодежь уезжает И что сделать Для того Чтобы молодежь Здесь оставалась Я просто вот Вспоминаю Когда пришел Игорь Владимирович Да Была же история С аэропортом Ты помнишь Когда победу Сразу же Рассы отказали И тогда вот Я помню Многие говорили о том Что аэропорт Для молодежи Наличие аэропорта В городе Это очень важно Ну и полеты Как раз таки При Васильеве И были возобновлены И небо Что называется Ожило Что власти признали Тогда ошибку Александр Чурин Сидел в этой студии Он сказал Что да Действительно Мы тогда Погорячились Дмитрий Русский Вторую попытку Предпринимаем Еще раз Добрый день Попытка номер два Ура Давайте Сотреотучимся На команде На том Что сейчас На ваш взгляд Надо делать В первую очередь Временно исполняющему Обязанности Устраивать ли Чистку кадров На что обратить внимание Какие проблемы Первоочередные Ну вот С таким опытным Человеку Как ему Там конечно Очень сложно Давать советы Я думаю Что человек Там 50 лет Реально понимает Что нужно делать И как Значит Мне кажется Что конечно Судя по Объекта И по истории То наверное Я думаю Что отряды Или там Автобусы Или паровозы Варягов Нам на территорию Не поедут Значит То вернее всего Что мне Кажется Что новые Исполняющие Обязанности Должны полностью Сконцентрироваться На наборе кадров Именно на территории Кировской области Из тех местных людей Которые здесь работают И живут И будут тут Находиться Еще очень долгий Период времени Давайте конкретно Имена называть Фамилии Кого вы Дмитрий Михайлович Посоветовали Ну а смотрите Из депутатов Законсобрания Того же Почему бы нет Слушайте Я считаю Что у нас Сегодня есть И в депутатском корпусе Те люди Которые могли бы Работать В исполнительной власти С большим опытом С большим желанием Такие люди есть Я их Ну тоже Реально вижу Я вижу Что в команде Сегодняшних министров Есть тоже Достойные Хорошие люди Которые реально Работали И старались Как бы Вести себя Совершенно Как бы Правильно сказать Очень Спокойно И не Конфликтовать Не с депутатским корпусом Выполнять Хорошо свою работу Несмотря на Определенные Как сказать Действия По стороны Руководства области Да Такие министры тоже есть Их на самом деле Не так много Но они есть То есть Сохранить Сохранить Из нынешней команды Вы считаете Есть люди Которых можно сохранить Которые пользу приносят Нашу Да Я считаю Что надо сохранить И приумножить Именно кадровый резерв Кировской области А фамилии вы не готовы Пока еще люди Эти есть Пока еще люди есть И надо их Увеличивать Количество Чтобы Здесь проблемы Решали местные Кадры А не те Которые К нам приезжали На протяжении Десяти лет И мы видим Что эффекта никакого Мы все сегодня Реально понимаем Что никто Кроме нас Лучше нашу родину И наш город Любить не будет Это уже всем Должно быть понятно Дмитрий Михайлович Мы пару часов назад Общались с Михаилом Курашиным Здесь в эфире Да Человеком хорошо Вам знакомым Он сказал Довольно резко Я бы Говорит В правительстве Кроме Дмитрия Александровича Курдюмова Никого бы не оставил Наказ интересный Я в этом плане Как бы Если он имеет визу По замам То наверное Я с ним соглашусь Потому что Можно по разному Относиться Дмитрия Александровича Но Это сегодня Самый работоспособный Был в течение Пяти лет Зам Который Реально работал И мы слышим Все доклады Бывшего губернатора Васильева Они как раз Были все Полностью положены Только на работу Именно этого блока Социального блока Так называемого Конечно Больше Больше гордиться Было нечем То в данном случае Да Я тут согласен Но при этом Мы говорим Что есть еще Министры Которые в общем-то Довольно-таки Качественно выполняли Профессионально свою работу Дмитрий Михайлович Вы фамилии готовы Министерство финансов К примеру Я вам говорю Министерство финансов Ага Так Ну блин Ну Я считаю Что Маковеева Это один из лучших Последних министров финансов Так Кто еще Выходец из предыдущей команды Предыдущего министра финансов А Елена Я ее не подразделяю Я подразделяю Что она своя Кирская Она хорошо справилась Все эти годы С бюджетом Она в принципе Довольно-таки Очень комфортно Общается И с депутатами И там И со своими подчиненными И я считаю Что такие люди Они должны работать Должны И нужно их сохранить Ну при этом Я сейчас не хочу Всех называть Я понимаю Да И есть те Которые реально Ничего не делали Они совершенно Полностью Игнорировали Депутатский корпус Я сталкивался С некоторыми министрами Которые не хотели Даже приходить На фракции Они не хотели Мне писать ответы На запросы Которые касались Особенно государственных Предприятий Они полностью Дискредитировали себя Как люди Которые отвечают За те направления За которые они отвечают Дмитрий Михайлович И их Довольники тоже очень много Как думаете Сколько сейчас нужно Времени Временно исполняющему Обязанности Для того чтобы Войти в курс дела Он анонсировал И поездки по районам Какой на ваш взгляд Срок сейчас Пройдет До каких-то Возможно Первых кадровых решений Не только и в областном Правительстве Но и на местах По кадровым решениям Подождите В РИО Имеет право Принимать кадровые решения Или нет Смотрите Они сейчас все Перейдут в разряд Исполняющих обязанностей И там В этом формате Они могут передвигаться Куда-куда Хоть С собственным желанием Или по предложению Куча причин Я считаю Что у него Есть период Времени До дня Голосования 14 сентября Вот до 14 сентября Я думаю Что произойдет Именно Полностью Изучение Территории Изучение Кадров Окружения Которое Работает На сегодняшний день В правительстве Кировской области Довольно-таки Период Очень Как бы Приличный И В то же время Я думаю Что Как раз Этого периода Хватит Для того Чтобы понять Кто есть кто И я думаю Что окончательно Команда Будет сформирована После избрания Его Губернатором Кировской области Если Кировщане Этого И соизволят А вы все-таки Сомневаетесь Если Я не сомневаюсь Но мы же должны С вами картинку Соблюдать Что в принципе У нас прямые выборы Да Дмитрий Михайлович А кстати О прямых выборах Вы то что-то думаете Насчет кандидата Или вот назначение Новичка Сюда К нам Который пока Как бы вдохновляет Ну знаете Русские люди Всегда живут Верой и надеждой У нас есть Время Примерно Май месяц Июнь И середина июля Для того Чтобы принять Это решение Будет Посмотреть Или не будет Это все будет Зависеть От именно Этих двух месяцев Как мы будем Видеть С какими целями И задачами Пришел новый Исполняющий Обязанности Кировской области То есть Если Александр Соколов себя Проявит Как человек Деятельный Который Проблемами Кировской области В них погрузится И готов будет Решать Вы даже Допускаете Что и Как бы Я допускаю Все Но при этом Аня я вам Хочу Да Я допускаю Все Аня Но я вам Хочу Сказать Он предложен Как бы Президентом Российской Федерации Да У нас нет В практике Чтобы Исполняющие Обязанности Назначенные Президентом Проигрывали Выборы На территориях Тем более Тем более С места работы В администрации Президента Да Да Давайте Мы Люди Строить Больших Не будем Мы можем Поучаствовать Но прекрасно Понимаем Как это Все будет Происходить Понятно Раз уж мы Заговорили о выборах Не считаете ли вы Дмитрий Михайлович Что произошедшая Смена руководителя Региона Это очередной Ну некий удар По единой России Потому что Игорь Владимирович Ведь еще и Секретарь Кировского рекотделения Да Единая Россия Да Смотрите Я считаю Самый главный Единая Россия Да Я считаю Две причины Если вы посмотрите Внимательно Кто уже Ушел в отставку Пять областей Это Самыми низкими Рейтингами Голосования В сентябре Этого года На выборах За Единую Россию Да Помним Саратов Томск Мариэл И Рязань Да Там пять областей Они в самом Внизу По поддержке Единой России Это первая причина Рейтинг партии На самом деле В области Довольно-таки Очень низкий И я думаю Что он еще Не окончательно Соответствует Тем показателям Которые есть Это первое Ну и второе Наверное Это коррупционные Скандалы Которые все Четыре года Нас Как бы Сотрясали Поддерживали Значит С нами Постоянно шли В ногу Значит И с этой точки зрения Конечно Это две основные Причины Это провал партии И коррупционные Скандалы И коррупция Которая Последние четыре года Так развелась Что даже Бывалым людям Сегодня Смотришь на это И понимаешь Что оказывается Потолок еще Не пройден Да это на самом деле Конечно Было Ну не знаю Слово забавно Наверное Не совсем корректно Тут использовать После истории После истории С Никитой Белых Приходит команда Людей Которых Задача Восстановить Доверие К власти И потом Начинает происходить То что происходит Под лозунгом Наведем Элементарный порядок Да В общем Не хотелось Элементарный порядок Был наведен Везде В лесной отрасли В мусорной В дорожной В строительной Там такой порядок Что сейчас нам Придется Годами сейчас Там Все восстанавливать И выводить На какие-то Нормальные Как бы Направления Потому что Я думаю Что ущерб Сегодня Этим отраслям Просто громаднейший А ущерб Имиджу власти Его тоже нужно Восстанавливать Этот имидж Придется его восстанавливать Нужно в первую очередь Восстановить доверие Губернатора О том что он пришел Сюда не воровать А работать Вот это главная вещь Вот что нужно Сейчас делать Исполняющему обязанности Да Дмитрий Михайлович Мы говорим Да о серьезных вещах Политика Экономика Выборы И так далее Но вы знаете Я более чем уверен Что очень многие Жители регионов Там в том числе В глубинке Они еще до сих пор Не знают Что у нас сменилась Глава Вот я уверен Почему-то в этом Вот если переводить Я знаю районах Они работают Они работают И любого больного Несмотря ни на что Плюс образование Есть ряд причин По которым Не обязательно знать Что у тебя Губернатор В области А главное что тебе нравится жить в этой области или не нравится. Вот основной показатель. Если у тебя все комфортно, и ты видишь, что у тебя и парки строятся, и детские сады, и школы, и у тебя работать есть куда пойти, и тебе комфортно очень в этом городе, и тебе все нравится, то не без разницы кто губернатор. Значит, тот человек, который представляет власть и саму власть, она работает качественно и хорошо. Вы же, когда заходите в какой-нибудь ресторан, и вам нравится и внешний вид, и кухня, вы же не знаете, кто там собственник этого ресторана, вам это не интересно. Кто там повар, вы не знаете даже. Да, вы даже повара не знаете, который вас вкусно кормит. Вам просто все это очень сильно нравится, и вы будете ходить в этот ресторан продолжать и приглашать туда друзей и своих всех знакомых. Вот люди сейчас в комментариях активно в телеграм-канале Александра Соловьева пишут о том, чтобы он срочно поднял зарплату в регионе. Мне жаль, на самом деле, читать эти комментарии о том, что это глупость. Ну, он не может в одно момент подняться. А он не может. Да, не может. Но создать условия для экономики, для того, чтобы сюда работали, заходили компании и открывалось больше бизнеса, которые и будут поднимать эти зарплаты, да, и поднимется уровень жизни кировчан, то это, на самом деле, новому губернатору под силу. Новому губернатору под силу. Я не завидую, на самом деле, все еще последствия, да, какие-то. Потому что еще накладывается тот отпечаток, с которым мы сегодня все находимся, там вся страна, там, да, федеральная подъездка и международная. Никак кардинально не изменится, да, то мы понимаем, что работать губернатору станет еще гораздо тяжелее. Я думаю, что мы увидим уже и проблемы с бюджетом буквально во втором-третьем квартале. Печально. Ладно, Дмитрий Михайлович, спасибо. Зато это правда, Аня, правда лучше, чем не правда. В общем, готовимся, готовимся. Глядим правде во глаза. Готовимся. Да, то у него, на самом деле, прекрасный шанс, как бы, показать себя и проявить именно в такое тяжелое время для страны, для Кировской области, и, в общем-то, сделать так, чтобы мы эту тяжесть на себе не так сильно ощутили, как в других территориях. Понятно. Потому что все территории, которые особенно богатые были изначально, у них падения было гораздо больше. Это, знаете, помните, правда, Никита Юрьевич, в Кировской области не страшен был кризис, она давно в кризисе живет. Да. Мы привычные. Да. Да, мы привычные, да, но нам бы не хотелось падать ниже, чем мы сегодня находимся. И если мы даже сохранимся на том уровне, когда все территории богатые будут падать, это и то будет уже хороший подсказатель, что мы выстояли и мы выдержали. Понятно. И мы сохранили экономику, малый и средний бизнес, и главное, людей, и особенно молодое поколение. Оно от нас не уезжает. И задача руководителя, видимо, да. Если у нас не уезжает молодежь, значит, мы сохраним динамику о том, что у нас есть будущее. Да, и задача губернатора, в том числе, видимо, для того, чтобы создать вот эту почву под ногами, да, для уверенности. Да. Да. Ну, я считаю, что молодежь это вообще на основу всего. Это правда, да. Молодежь работает, налоги приносит, пусть остается в Кировской области. Дмитрий Русский, депутат, законодательного собрания Кировской области, с нами был на связи. Я сейчас у звукорежиссера просто спрошу, а можем мы пораньше немножко уйти на рекламу, чтобы не прерываться со следующим нашим экспертом? Все, уходим на рекламу. Чуть больше десяти минут у нас есть на дневной разворот. И два спикера. Да, и два спикера у нас еще будут по телефону. Говорим сегодня о том, что у Кировской области появился временно исполняющий обязанности на главы региона. Собираем советы, наказы, да уж, если говорить по-простому, мнение, на что стоит обратить внимание первое очередное и как оценивают произошедшие те эксперты, которые нами сегодня собраны в эфире. Сейчас попытаемся связаться с руководителем регионального отделения партии «Новые люди». Это Олег Голиков. Тоже будем задавать ему вопросы параллельно. Не, ну у нас мы пока не можем ничего, кроме того, что есть наказы какие-то, да, условно говоря, от экспертов, от избирателей, от жителей Кировской области. На какие проблемы в первую очередь обратить внимание. Олег Голиков с нами на связи, руководитель регионального отделения партии «Новые люди». Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. И у вас новые люди, и новый человек у нас возглавляет регион. Да, как все созвучно получается. Да, обновление, свежий ветер, это так вне... И весна. Вселяет, да, определенные позитивные мысли, конечно, да. Поехали. В вас это все вселяет, произошедшее 10 мая? Вдохновляет ли вас это? Нас вдохновляет, конечно. Вдохновляет. Ну, как? И вдохновляет, и создает интригу, и создает такое непонятное чувство, что вот-вот, может быть, все завертится. Вот. Ну, постараемся с этим помочь, чтобы все точно завертелось, закрутилось, и началась полноценная плодотворная работа. Олег, есть ли сферы, на которые, на ваш взгляд, нужно обратить пристальное внимание? Вот много у нас сегодня в эфире говорится про молодежную политику, вообще там подумать в эту сторону, сделать так, чтобы молодежь из Кировской области не уезжала. Я так понимаю, что это проблема всех депрессивных, можно так сказать, регионов, отток молодежи. Может быть, есть что-то еще? Вы знаете, на самом деле, ну, проблем сейчас очень много. Проблемы есть практически в каждой сфере, и там очень много людей, с которыми я общаюсь, все говорят о своих там разных отдельных проблемах. Я сделал бы акцент, на самом деле, на проблему образования, очень такую остро стоящую, да, потому что много кто действительно уезжает из-за там некачественного образования, вот. Но я считаю, что с образования все начинается, это тот багаж, с которым все по жизни человек идет. А что именно в образовании? Что какие-то моменты? Мне кажется, уезжают, потому что перспектив не видят уже после того, как будет получено образование. Вот, это следующий шаг. Если останавливаться на образовании, то нужны новые интересные программы, которые практикуются в московских, питерских вузах. Нужно приглашать экспертов интересных по направлениям определенным. Потому что я тоже знаю людей, студентов, которые выбрали сферу, которая им интересна. И сейчас в Кирове очень успешно в ней работают. Ну, сферы, которые связаны с маркетингом или работой в интернете, с продажами и так далее. Мы тоже знаем таких людей, да. Вот, да-да-да, замечательно. Но после этого, конечно же, идет вопрос, а куда мне идти работать? И действительно, с предпринимательством все очень сложно. Так как никто не учит у нас, молодых людей, в принципе, в России почти нигде, как правильно открыть свой бизнес, как это все выстроить, всю работу, начиная от менеджмента, заканчивая там подготовыми цепочками, как это все выстраивается. Конечно, людям страшно. Люди боятся слова «бизнес», слово «открыть юридический адрес», вот это вот все. Поэтому с этим, конечно, тоже нужно помогать. А чем больше будет у нас открываться предприятий, тем, соответственно, больше людей будет у нас и оставаться, и приезжать к нам даже для того, чтобы работать в нашем регионе. После этого уже, на мой взгляд, благоустройство региона, ну, и города в первую очередь, чтобы общественные общественные места тоже привлекали людей, они отталкивали их. Наверное, я бы сделал акцент сейчас на это, вот. Это три основных таких момента, но в дальнейшем, конечно, есть еще очень много сфер незатронутых, которые необходимо будет поднимать. То есть перспективы для молодежи, образования и благоустройства, инфраструктуры? Да, разумеется, да. Повышение зарплат очень многие настаивают на этом, чтобы давать. Новые временные исполняющие обязанности. Повысьте в Кировской области зарплаты. Причем тем, чем скорее, тем лучше. Подпишите завтра же указ. Отремонтируйте все дороги. Постройте разрушенные мосты заново. Ну, вы знаете, это, наверное, классические запросы, которые идут к главе региона всегда и в первую очередь. Но с зарплатами эта история такая очень, ну, аккуратно нужно понимать, кому поднимать зарплату, как это должно происходить для того, чтобы не сбить, так сказать, рабочий настрой у людей. В целом, конечно, нужно повышать уровень благосостояния граждан. Это 100% неиспоримая история. Да, но в Рио не может это сделать указом своим. Да, да, да. Ну, конечно же, нельзя по щелчку там починить там все дороги и все остальное. Это большая работающая система. Это должна быть большая выстроенная команда, которая занимается этими вопросами честно и действительно на результат. Мы, конечно, очень надеемся нашей командой, что будет здесь устраиваться такая работа. Олег, у меня вопрос. Я правильно понимаю, что новые люди тоже пока не определились? Будете вы выставлять своего кандидата на губернаторские выборы или вы определились уже? Вы знаете, этот вопрос, он решается на федеральном уровне сейчас. Поэтому мы пока не можем ответить на него. Ждем, так сказать, ответа, будем или нет. Пойдем или нет. А я хочу еще о других перспективах, может, возможностях спросить. Вы и ваши коллеги, сейчас же зайдет, видимо, речь о том, чтобы новую команду формировать, да, в областном правительстве. Если вам, вашим коллегам поступит какое-то предложение, возможность пострудиться на благо региона, занимая тот или иной пост, вы как к этому отнесетесь? Ну, вы знаете, любые предложения, нужно на них не бросаться, а рассматривать там с разных точек зрения. Ну, детально обсуждать, да, что к чему и зачем. Ну, разумеется, конечно. Если мы поймем, что люди из нашей команды достойно могут себя проявить, показать хороший результат, эффективный, тогда почему нет? Конечно, конечно, мы пойдем. Вот, но тогда нужно обсуждать и смотреть сферы, в которые нам будут предложены пойти. Вот, это очень обширный вопрос, и много нужно переговоров, обсуждений для того, чтобы понять вообще, насколько эффективная будет работа строиться дальше. Так что вот. Спасибо. Ну, конечно, это было бы очень интересно. Ну, да. Для нас. Это хороший опыт для нашей. Вызов, вызов. Такую возможность нельзя исключать. Спасибо большое, Олег Куликов, руководитель реконделения партии «Новые люди». С нами был на связи. Олега, с Олегом прощаемся. Попробуем еще успеть набрать Наталью Шитько. Да, давайте. Общественная палата. Спасибо, Олег. А я между тем смотрю по-прежнему новости на сайте нашего регионального правительства. И ровно 15, нет, уже 17 минут назад прислужба выложила, видимо, первую фотографию Александра Валентиновича Соловьева. Ой, простите. Соколова, да что? Соколова, да что? Соколова, да что? Соколова. На рабочем месте. На рабочем месте. В кабинете. В кабинете, да. Ну, видимо, да, первое, раньше ничего не было. Это новость о том, что наш регион получит средства из Фонда национального благосостояния на модернизацию тепловых сетей. Прекрасно. На самом деле, работа она давно уже начата. Давайте, давайте. Добав сюда денег больше, больше. Мы сейчас еще попытаемся набрать. Да, Наталья Шитько мы хотим набрать, совершенно верно. Наталья, насколько я понимаю, ждет все-таки нашего звонка. Ну, да, еще раз повторюсь, в особом мнении Михаил Курашин, эксперт по социальным проектам всевозможным, он же тоже прямое отношение имеет к развитию гражданского общества. И говоря о результатах работы Игоря Васильева, Михаил Вячеславович заметил, что, в общем-то, не все и плохо было. Да и на самом деле, я знаю бизнесменов, которые говорят, что все было неплохо. Да, были встречи, проводились, обсуждались многие вопросы. Другое дело, что, видимо, эта работа была не настолько активной, как хотелось бы, да, и больше времени хотелось бы этому уделять. Ну что, общаемся? Наталья Шитько с нами на связи, заместитель председателя общественной палаты Кировской области и председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества, что важно. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Наталья, я сразу обращусь к нашему с вами недавнему особому мнению, где вы говорили о том, что вот, несмотря на сложную экономическую ситуацию, пока от властей, там, общественной организации не дождались каких-то внятных обещаний помощи и поддержки. Вот эта история с тем, что, ну, немножко пробуксовывала взаимоотношения, может быть, власти и общественников, она кажущаяся или это реально так и было там последние пять лет? Ну, она не немножко пробуксовывала, она реально пробуксовывала. И меня, конечно, обнадеживает, что новый в Рио у нас занимался внутренней политикой, то есть знает, что такое некоммерческий сектор, общественные организации, да, политические партии. И надеюсь, что он понимает, что вот как раз взаимодействие с людьми, да, и там общение с людьми, обратная связь с людьми, о которой он говорил на представлении, да, это как раз работа с НКО, потому что работа с общественными организациями – это реальный инструмент взаимодействия с людьми. Особенно с такими организациями, которыми насчитывают тысячи членов, да, в своих рядах, тысячи там благополучателей. Поэтому, на мой взгляд, здесь, ну, я иллюзий, конечно, не питаю, я понимаю, что сразу так все изменить в системе поддержки НКО и, ну, будет непросто, потому что понятно, что очень много других вопросов и задач. Вот, но что-то сделать точно можно. НКО готовы к диалогу, там, да, к встречаться, предлагать. Поэтому я, в общем-то, действительно питаю надеждой, что что-то изменится в системе поддержки НКО. И, по крайней мере, ну, можно уже хотя бы пересмотреть областную государственную программу по работе с институтами гражданского общества и национальной политики. Она не менялась уже, там, не знаю, сколько лет, и она совсем пустая, она абсолютно ничем не наполнена. А вот я хотела спросить, а что ей будут обменять? Может, у вас есть пакет предложений, да, и, видимо, вот уже есть. Ну, конечно, мы сформируем пакет предложений, мы об этом уже много говорили. Да, не скажу, что там совсем нас не замечали и совсем ничего там не обращали на нас внимания. То есть какие-то точечные там, да, были у нас пересечения и с Игорем Владимировичем, и там, скажем так, там, с представителями правительства. Но системы поддержки и работы с НКО в регионе нет. Не выстроены? Ее нет. Она была вообще? Она не выстроена. Она была бы по его... Вы знаете, она как раз выстраивалась в эпоху Никиты Юрьевича Белых, это правда. По крайней мере, он очень часто встречался с представителями общественного сектора, разговаривал, обсуждал, что нужно... Он был очень доступен для нас, да? За что ему можно сказать большое спасибо. Да. Для всех. И я хочу сказать, что... Да-да-да. И он очень... Уже делал многие такие попытки активизировать там участие тех же НКО в конкурсах разного уровня, в том числе и федеральных конкурсах, но, к сожалению, вот опять все сошло на нет. Я вот, если уж говорить о рекомендациях там, да, Александру Валентиновичу, пожеланиях, да, наверное, от меня, но я вот считаю, что надо быть ближе к людям, ближе к народу, надо не бояться людей и не бояться обсуждать не милостые темы, конечно, больше рассказывать о своих там, ну не знаю, намерениях, да, то есть мы знаем, что очень последние годы была закрыта власть от людей, то есть мы там узнавали о каких-то новых проектах власти серьезных, которые касались множества жителей, там, нас ставили, можно сказать, перед фактом. Но это был просто совершенно иной формат работы, нежели у Никита Юрьевича и Игоря Владимировича. Абсолютно разные форматы. Поэтому ближе к людям и все получится. Наталья, есть еще один момент, на который тоже хотелось бы обратить внимание, если уж мы говорим не только про Александра Соколова, а там в перспективе, может быть, и про членов областного правительства, я помню, как некоторое время назад вы тогда еще, будучи секретарем общественной палаты, говорили мне о том, что ни депутаты там в массе своей, ни министр областного правительства как-то вот, ну не ходят на заседание комиссии, в общественную палату не приходят. Вам как кажется, эту работу надо активизировать сейчас? Да, нет, не кажется, я считаю, я уверена в этом, что ее надо активизировать и работать в более тесном контакте с депутатами любого уровня муниципального и членами правительства. Но я уже говорила, с членами правительства у нас, слава Богу, у нас с министрами у нас сложились нормальные взаимоотношения практически со всеми, за исключением там ряда министерств. Да, вот, но с депутатским корпусом, я думаю, это надо сделать обязательно, но я, честно говоря, не сильно наблюдаю также депутатов того же областного законодательного собрания на наших заседаниях. А мне кажется, знаете, этот пример играет роль большую. Если Александр Соколов придет в общественную палату, да, на одну-две комиссии. Да, я уверена, что он придет в общественную палату. Я уверена, что он придет в общественную палату, потому что, ну, мне кажется, это нормальный, нормальный, правильный шаг познакомиться с таким институтом гражданского общества, как общественная палата региона. Конечно. Если говорить не про общественные организации, а в целом про, ну, там, жизнь в нашей области, не знаю, как вам кажется, на что еще следует обратить внимание? Чтобы вот не было такого пессимизма, не знаю, тумана в глазах и нежелания, нежелания скорее побежать в кассу и взять билет на поезд или самолет за Москву. Ощущение затянувшейся черной полосы в жизни, да, и так далее. Ой, не знаю, я не знаю, почему вы так говорите. Я вот езжу по району, я понимаю, что я вообще удивляюсь людям, как они сохраняют оптимизм на фоне того, тех условий, в которых они там живут, там, да, или там, ну, как бы, на какие зарплаты они живут. То есть кировчатам-то еще приехаловаться вы об этом, да? Ну, я вообще, на самом деле, за то, чтобы все-таки надо заниматься развитием территорий, маленьких территорий, потому что не будет деревень, не будет сел, не будет маленьких городов, нас тоже не будет присоединять нас к чему-нибудь, куда-нибудь. В качестве района. Да, 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 надо заниматься все-таки и развитием местного самоуправления, и поддержкой местного самоуправления, потому что в органах муниципальной власти, ну, вообще большая нехватка специалистов, потому что зарплата на уровне 15-18 тысяч специалистов, специалистов администрации.